В нашу редакцию обратились жители соседнего города Рыбное. Всегда мирно соседствующие с железной дорогой жильцы улицы Малошкольная не смогли смириться с недавно появившейся автомойкой. Вечные лужи возле калиток и шум Керхера – лишь малая часть тех отрицательных качеств, которые приходится терпеть всем, без исключения. Здесь, как видите, очень узкая улица, скапливаются машины, просто иногда невозможно даже пройти. Существует санитарная норма, по которой автомойка должна располагаться от жилых домов на 50-100 метров, в зависимости от количества постов. Все лето просто жизни здесь у меня не было абсолютно. Шум Керхера сейчас закрыто, а летом все это открыто. Просто шум Керхера бесконечно, до полдвенадцатого ночи. Узкая улочка нынче переполнена автомобилями. И если днем это не столь заметно, то ночью музыка становится громче, шум воды настойчивее, а компания автовладельцев почему-то пьянее. Мы обращались в прокуратуру, в Роспотребнадзор, в администрацию города. Ну вот пока никаких результатов нет. Вот сейчас повторное мы направили опять письмо в прокуратуру и в Роспотребнадзор. Ну вот после этого, наверное, будем подавать в суд уже. У него есть документы, это аренда. И то гаражи, а не автомойки никак. И ничего-то не боится хозяин злосчастной автомойки, а ее сотрудники наглеют день ото дня. То на соседском заборе вещи развесят, посушить, то, простите, в туалет под окном сходят. О какой культуре вообще может идти речь, если у нас законодательство, похоже, принципиально не соблюдается? Что это? Смелость, наглость, незнание законов, результат коррупции или безнаказанности, или горя от отсутствия ума? Ответ выберите сами.